приветствую всех зрителей нашего канала и начинаю анонсированные вебинары будет 286 87 посвященные нормализации и отпуску давайте сразу начнем наш в этих вебинарах мы будем говорить про термообработку которая называется еще раз нормализация ожог и сначала что называется поскольку мы с вами все люди разумные и хотим не просто что там колотить или куда-то совать чего-то как бы без понимания да мы с вами поймем зачем это делается как это работает ну и рассмотрим в обеих частях различные виды и способы основные еще раз можно найти еще какие-то отклонения далее еще какие-то технологии да как-то делается но еще раз мы раз к расскажем я я расскажу все об основных и надеюсь что этого будет в скажем обычной жизни ножевика или производителя оснастки будет вполне достаточно если будут какие-то вопросы конечно задавайте но сначала прежде чем задать вопрос у меня просьба все-таки внимательно посмотрите и анонс да и вот эти две части и на канале вы знаете у нас очень много вебинаров посвященных различным циклом термообработки различным видом термообработки поэтому изучайте смотрите я надеюсь что в вашей ежедневной жизни это будет полезно и так давайте начнем зачем нужны нормализация и отжиг эти операции термообработки преследуют три основных цели улучшение обрабатываемости стали реющим инструментом чтобы ему уже было резать резание я имею ввиду фрезерование точение шлифование полировку и так далее подготовка стали каустенитизации и закалки ну соответственно закалка должна быть еще и опуск соответственно то есть то что называется хороший отклик на окончательную термообработку окончательная термообработка мы соответственно закалку и отпуск и соответственно обеспечение третья цель обеспечение наилучших возможных свойств конечного продукта после окончательной термообработки выку выше указаны вот эти цели не всегда на сто процентов совместимы поэтому исходя из ваших приоритетов нужно уметь выбирать компромиссы еще раз повторю когда вы знаете что и зачем вы делаете как раз вы понимаете а что компромиссы возможны да и вы сможете их правильно выбирать чтобы не бродить в темноте и не делать что-то как-то где-то на чем-то и тут я хотел дописать чем-то да иногда кривым растущим непонятно откуда лучше знать и понимать как все это работает поэтому вот в этих вебинарах номер 86 87 мы как раз и займемся узнаем и поймем нормализацию и а отжиг давайте начнем нормализация это процесс выполнения перед отжигом узнав как работает нормализация вы поймете и отжиг поэтому мы начинаем с нормализации нормализация нагрев стали для вас до высокой температуры для растворения карбидов с последующим охлаждением на спокойном воздухе для образования перлита я опять слова спокойным поставил в кавычки да почему потому что опять если ковыряться где-то мне кто-то может сказать существует вот нормализация где-то там жатым воздухом что-то охлаждает может быть и она необходиминство существует но если мы говорим про подавляющее большинство операций подавляющее большинство операций на которых жизнь создавясь carmen основана да то в основном это все-таки в подавляющем большинстве случаем охлаждение на спокойном воздухе поэтому давайте дальше пока ковыряться не будем если вообще на от дальше ковыряться на нашем уровне, а вот с этим просто согласимся. Перлит состоит из двух фаз. Феррит и цементит. И опять в предыдущих вебинарах мы перлита и вот эти превращения касались, но поскольку опять мы этой темой будет повторением отучения. Поэтому давайте посмотрим, что такое феррит и цементит. Ферриты типичная фаза стали при комнатной температуре с очень низким содержанием углерода. Менее 0,02%. Это феррит. Цементит это карбид железа с очень высоким содержанием углерода. То есть это противоположные такие. Там мало углерода, фактически нет, менее 0,02%, а здесь примерно 6,67%. Обе фазы сформируются одновременно в виде чередующихся полос, называемых пластинами. Вы еще можете встретить слово ламели. В переводе это как раз пластины есть. Что в общем-то и является перлитом. Пластинчатой структурой. И вот на всяких фотографиях, микроструктуре и так далее, перлитом как раз выглядит в виде полос. Соответственно, полоса феррит, полоса цементита. При определенном увеличении будет видна. Аустенит обогащен углеродом около 0,75%. Сталь, например, 10,75%. Углеродка 10,75%. По-нашему сталь 75%. Там, соответственно, в базе примерно 0,75% углерода. В зависимости от химсостава сталь и температуры. В другой стали будет, соответственно, другое количество углерода вы устаните. В самом простом случае с эфтектоидными сталями. Опять, мы разбирали в предыдущих вебинарах, что такое доэфтектоидный, эфтектоидный и заэфтектоидный. То есть, если... Опять, я повторюсь немножко. Если вот мы попадаем вот сюда, вот в эту ложбину, то вот эта сталь будет называться эфтектоидной. Здесь содержание углерода примерно 0,68%. То, что до этого будет доэфтектоидный, а то, что за этим более будет заэфтектоидный. И, соответственно, когда у нас вот сталь там 75%, то у нас будет образоваться преохлаждение. Вот здесь у нас будет фактически образовываться только перлит. Феррит плюс цементит. Перлит состоит из феррита и цементита. А не корбит или феррит по отдельности. Справа, вверху, вот на этой схеме, можно увидеть процесс зарождения и роста перлита. Перлитные зерна обычно зарождаются на гранитах аустенитных зерен, как показано на этом изображении. То есть вот эти прямые линии, которые здесь показаны, это как раз схематично изображены границы аустенитных зерен. И вот здесь перлит, вот видите, он в виде полос, как говорится, здесь обозначен, они как раз на границах аустенитных зерен, вот эти самые зародыши перлита образуются и начинают расти. Если мы посмотрим теперь на схему, которая ниже, здесь 4 изображения, То на первом изображении Показана фаза образования зародышей Как раз перлитных Когда в предшествующем остыните Образовываются зародыши перлита Вот они вот здесь обозначены Изображение 2 Они начинают расти Количество их начинает увеличиваться Изображение 3 Зерна перлита начинают сталкиваться С друг другом Поэтому рост их замедляется Они зажаты между другом Соответственно рост замедляется И соответственно когда они уже заполнили Все пространство То рост прекращается То есть вся структура Предыдущая устранительная Преводилась в перлит Чем больше будет изначальных зародышей Которые выскочат Тем меньше конечно размер зерна Потому что у зародышей будет место Меньше для роста И соответственно Меньше времени до того как начнутся Столкновения между этими самыми Зернами перлита Внутри зерен перлита Те которые обозначены Чередуются пластины Цементита и феррита Эта схема уже в предыдущем В одном из предыдущих вебинаров встречалась Но тем не менее здесь я ее вынужден И с удовольствием повторяю То есть вот граница зерна Вот на нем вылез зародыш Цементита Феррентрикорбит Далее соответственно Он начинает расти вдоль Но вокруг него Вдоль него начинает расти феррит То есть вот в черной полосе Там 6,67% углерода Феррит соответственно Меньше 2 Эти отдельные полосы Цементита и феррита Образуются в результате перемещения Диффузии углерода На короткие расстояния То есть вот Здесь его там было Вот он сюда переместился Здесь углерода много Здесь осталось углерода мало Перед растущим перлитом Углерод перемещается Диффундирует Я специально написал 2 слова Если кому-то тяжело Произнести или воспринять Его диффундирует Которое Ну соответственно Оно может быть в научной литературе Или в околоноучной литературе Применяется Ну тогда можно Использовать слово перемещается От растущего феррита К растущему цементиту И соответственно Вот у нас здесь зародыш Начал образовываться Потом образовался опять вместо Не вместо А вдоль полосы Полосы феррита Начал еще новый зародыш Образовываться И так далее И так далее Растет и вдоль Соответственно И поперек И в конце концов Образуется вот такая Полощатая структура Перлита Поэтому в простых Лугеродицах стали Рост перлита Ограничивается Ограничивается Диффузией углерода При более высоких Скоростях охлаждения Углерод не может Не успевает Диффундировать Мы его охлаждаем Очень быстро И он не успевает У нас Перемещаться далеко Поэтому пластины Перлита Более тонкие Чем быстрее мы охлаждаем Тем меньше Тем тоньше перлит Потому что Мы не даем времени Углероду Куды-то бежать Он не добегает И должен оставаться На том месте Где мы его захладили То есть вот здесь Если посмотреть На изображение А Это медленная скорость Охлаждения У углерода Было достаточно Времени Место Чтобы шашлыки Поесть И куда-то Переместиться На значительное расстояние С одной поляна На другую Получился Такой Что называется Крупнополощатый перлит Ну и далее Мы его начали Зажимать И вот здесь Изображение Диффе Посмотрит Мы ему вообще Не дали времени Никуда Что называется Бежать И получился Такой Мелкополощатый Перлит Я надеюсь Это понятно Чем крупнее Корбид Тем ниже Твердость Почему Потому что Вот в этом Перлите В крупном Там будет Толстый полост Соответственно Того же Феррита А феррит Вы знаете Мягкий И поэтому Средняя твердость Соответственно В В этом случае Будет Соответственно Меньше Поэтому Если вам нужно Получить Меньшую твердость В перлиной Структуре Вам надо охлаждать Медленно Это Надеюсь Тоже Логично Логично И понятно Более Низкая Твердость Получается На более Медленных Скоростях Влажнение Справа Диаграмма Си сети Превращение При непрерывном Охлаждении Опять таки Мы эти диаграммы Подробно Разбирали В предыдущих Вебинарах Но здесь Они будут Тоже Приведены Для Общих Знаний И опыта Это будет Я надеюсь Всем полезнее Для стали В1 Это примерно У8-У12 Я привожу Аналоги Они По-разному Могут быть Транспонированы Наши аналоги Ну это примерно Куглерод Наши С твердостью По Викерсу При получаемой При различных Скоростях Охлаждения И вот здесь Вы видите Что если мы Быстро охлаждаем Вот здесь Мы вообще Тмартенсид Получаем Вот здесь Видите Твердость Обозначена 914 По Викерсу А если мы Охлаждаем Очень медленно То есть Вот сюда Вот сюда Вот сюда И вот здесь Медля Медленно 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 Ползем То есть Здесь у нас Охлаждение В секундах Происходит А вот здесь У нас Охлаждение Если мы Сюда Ползем То это Здесь у нас Уже Часы И соответственно Здесь Если у нас Твердость Охлаждаем Медленно Обрабатывает Завернуть Твердость Площадь Площадь цементита, чем выше энергетическое состояние стали. Площадь поверхности может быть уменьшена за счет сформирования сферических частиц, а затем частицы постепенно укрупняются, что приводит к все более и более низкой энергии стали. Таким образом, для сфероидизации цементита сталь нужно нагреть чуть ниже категорической температуры и выдержать там достаточно время. Следует учитывать, что сфероидизация перлитных микроструктур происходит очень медленно. Но если говорить грубо, вам надо сделать из нечто плоское нечто сферическое. Поскольку все это происходит в твердых фазах, то есть сталь не находится в жидком состоянии, то есть мы твердое плоское должны сделать твердое круглое, если говорить совсем уж примитивно. Ну и вы можете представить, что процесс, мягко говоря, небыстрый. И вот здесь, например, два снимка. После сфероидизации стали 10-40, стали 40 по-нашему 0,4% углерода. Выдержки ее при 700 градусах в течение 21 часа, это левое изображение, все еще видны вот эти полосы, которые являются перлитом. Да, то есть опять, 21 часа недостаточно для того, чтобы избавиться от перлита, а сфероидизировать. И только после 200 часов выдержки, 200 часов при температуре 700 градусов. Опять-таки, если мы занимаемся чем-то в гараже или в простом цехе, вопрос, есть ли у вас 200 часов и сможете ли вы непрерывно вот этим всем заниматься? Хватит ли на все это дело денег? Или просто необходимо опять-таки купить нормальную сталь? Но тем не менее, еще раз, мы говорим, как происходит, чтобы вы знали и понимали, что за один миг ничего не происходит в данном мире. Поэтому сфероидизированная сталь имеет более крупные карбиды, чем сталь после отжига в течение 21 часа. Почему? Потому что у карбидов здесь было 200 часов для того, чтобы образоваться. Ну, во-первых, из полос превратиться в карбиды, потом у крупницы было 200 часов. А здесь всего лишь 21 час. Карбиды укропняются в результате так называемого остволедовского созревания. Я в предыдущем вебинарах тоже это дело, вот это словосочетание употреблял. Подробно я его сейчас разбирать не буду. Я вообще не знаю, надо ли его на нашем уровне это разбивать. Разбирать, но тем не менее, что имейте в виду, что вот для того, чтобы яблоко созреть на дереве, ему надо время. Так и здесь, для того, чтобы одно превратилось в другое, чтобы карбид вырос, ему тоже нужно время созреть. Поэтому есть такой процесс, который называется остволедовое созревание. Маленькие карбиды растворяются, обеспечивая углеродом более крупные карбиды. То есть, грубо говоря, крупные карбиды пожирают мелкие карбиды. И, соответственно, крупные карбиды становятся еще больше. По мере этого процесса плотность карбидов снижается, поскольку их становится больше, но они крупные. И, соответственно, в том же объеме плотность их меньше, когда карбиды маленькие. Когда карбиды маленькие. А средний размер карбидов увеличивается. Этот процесс снижает энергию стали за счет уменьшения площади поверхности карбидов. То есть, много мелких карбидов по площади больше, чем малокрупных карбидов. Или меньше крупных карбидов. Границы между фазами, такими как цементит и феррит, представляют собой область высоких энергий. Так называемая межфазная энергия. Перлит образуется при медленном охлаждении с полного аустенита. Нормализация проводится при относительно высоких температурах, чтобы растворить весь карбид. Чтобы остался только или, по крайней мере, в основном аустенит и ничего больше. В основном поэтому для нормализации требуется температура 870 градусов или выше в зависимости от стали. При ухлаждении в присутствии карбидов превращение изменяется. Проще всего это понятно на примере высокоуглеродистых заев тектоидных стали. То есть, которых находятся справа от этой впадины. Где вот здесь 0,68 примерно. Вот это тоже здесь синим окрашено. Есть область, где в аустените будут присутствовать карбиды. Независимо от того, как долго сталь вы держите при этой температуре. Мы это еще и говорили по этому поводу, когда и закалку разбирали и так далее. Что в высокоуглеродистых стали, чего вы с ними не делаете, все равно у них при аустените будут находиться карбиды. И вот здесь вы видите сталь У1, примерно ХВГ. После нагрева до 800 градусов охлаждения, содержащих карбиды. Вот эти крупные, круглые белые частицы, это как раз карбиды. А вот эта область охлаждения, это вот эта область заев тектоидных стали. В которых тоже будут присутствовать карбиды, независимо от того, сколько времени вы будете выдерживать. Когда сталь медленно охлаждается из аустенитной карбидной области, то вместо образования перлита может происходить эвтектоидное превращение. ЭП я его назвал. Мы его тоже разбирали в свое время. Это словосочетание вам должно быть известно. Кто хочет этому делу еще немножко побольше узнать, соответственно, или смотрите предыдущие вебинары, можете залезть, почитать определение эвтектоидного превращения и в Википедии, и в других справочниках. Сейчас я не буду более в это дело входить. При достаточном количестве карбидов углерод может дефундировать существующие карбиды, а не образовывать новый перлит. Для преодоления барьера зарождения новой фазы, к которой относится перлит, всегда требуется определенное количество энергии. Поскольку диффузия может происходить с существующей карбидой, то зародовшее образование не требуется. Это отличие. В доэвтектоидных стали перлит появляется на границе аустенитного зерна, а здесь, соответственно, зародовшее образование в таких стали, где есть карбиды, может и не потребоваться. Что устраняет зародовщую часть нашего превращения? Зародовщие не нужно. Ниже схема, показывающая эвтектоидное превращение справа. Вот этот кусочек – это эвтектоидное превращение. По сравнению с перлитом – это вот это. Значит, вот это альфа у нас обозначен, это у нас феррит. Феррон-трикорбит – это у нас, соответственно, цементит. И вот здесь, соответственно, то же самое у нас альфа. Вот это у нас на правой схеме в эвтектоидном превращении. Вот то, что между находятся вот этими круглыми частицами – это у нас будет феррит. А вот здесь, соответственно, это вот это самое, цементит. Видите, они в другом состоянии, не полосами, а вот, да, или, ну, они окружают, соответственно, в данном случае феррит окружает, соответственно, цементит. Феррит растет в аустените точно так же, как образуется перлит. Аустенит обогащен углеродом, поэтому углерод должен дефундировать, перемещаться, образуя феррит. Для эвтектоидного превращения углерод дефундирует из-за аустенита в карбид по мере прохождения границ превращения через карбиды. Углерод быстрее дефундирует по границам. Карбиды растут, чтобы принять этот углерод, поэтому на схеме маленькие черные точки, да, вот эти, которые здесь у нас будут, они превращаются в круги. Поскольку карбиды растут, в них углерод входит, соответственно, им нужно его куда-то, куда-то внутри себя деть. Этот процесс можно также видеть на микрофотографиях ниже. Феррит является более выраженной фазой, потому что он сильнее протравлен, здесь травленная структура. Аустенит превратился в мартенсит закалки, который возвышается и по цвету похож на карбиды. Карбиды также видны вдоль границы феррита аустенита, обозначенной стрелками. Феррит рос в аустените, что приводило к росту ранее существующих карбидов по мере диффузии углерода из аустенита. Справа изображение с меньшим увеличением покажу еще большую зону вот этой фотографии. То есть, понятно, что вот это более крупное изображение, это более мелкое. То есть, здесь один микрон, вы видите масштаб, здесь 10 микрон. Факторы, влияющие на эфтектойное превращение. Мы их разберем один за одним. Первый фактор – это температура аустенитизации. Чтобы произошла сфероидизация, то есть эфтектойное превращение, а не образование перлита, необходимо присутствие достаточного количества карбидов. Также важна температура аустенитизации стали. Если сталь нагреет до слишком высокой температуры, то вместо сфероидизации эфтектойного превращения образуется перлит. Это особенно верно для эфтектойных стали, в которых весь карбид легко растворяется. Рассмотрим справа в микрофотографии стали 10-80, 8% углерода. Это, опять можно сказать, что это пример. Это или углеродка, у нас такое не случается. Но можно привязать там Q7, Q8. После аустенитизации при различных температурах, а затем преобразованный в феррит при температуре 725 градусов Цельсия. Изображение А было получено, вот это изображение, было получено при аустенитизации стали при 750 градусах Цельсия, B, вот это второе изображение сверху, при 785, V при 870 градусах, и D при 955 градусах. И можно увидеть, что аустенитизация при 750 градусах Цельсия привела к сферодизированным карбидам. Некоторый перлит заметен уже после аустенитизации при 785 градусах. То есть 35 градусов разница. Это опять, обращаю ваше внимание, необходимость четкого контроля. То есть глаз это хорошо, да, но глаз бывает в разном состоянии. Из недопитого, перепитого, да, или в трезвом, или так далее. У каждого глаза разный, никого не хочу обидеть. Да, соответственно, вот здесь же видно перлит. Ну а совсем уж из 870 градусов, да, то здесь же практически полностью перлитная сталь получилась, и совсем уж полностью перлитная при 955 градусах, да. Но обратите здесь внимание, что 35 градусов разница, и уже появляется перлитная. Да. То есть технология, ее, во-первых, надо знать, понимать и уметь соблюдать. Стали с более высоким содержанием углерода, менее чувствительны к выводной температуре, поскольку все еще содержат достаточное количество карбидо для эвтектоидного превращения на более высоких температурах. Обнаружено, что в стале 52-100, это примерно наш шаха, шаха-15, при аустенитизации в диапазоне 795-828 градусов происходит эвтектоидное превращение, а при аустенитизации в диапазоне 830-850 градусов образуется перлитно-сферодизированная карбидная структура. И в основном перлитная структура при аустенитизации на еще более высоких температурах. Это видно, если посмотреть на график температура аустенитизации, температура начала превращений. Но называется она ТНП. Чтобы уже долго не увидеть ТНП. Значит, вот здесь температура аустенитизации, вот здесь температура начала превращения. Видно, что ТНП уменьшается, начиная с температуры аустенитизации примерно в 830 градусов. То есть вот здесь, видите, она до 830 градусов, температура начала превращения была примерно 720 градусов, и потом начала уменьшаться при более высокой температуре аустентизации. И температура 830 градусов, совпадая с точкой, в которой в конечной микроструктуре наблюдается некоторое количество перлита. Затем ТНП стабилизируется при более высокой температуре аустентизации, ну вот здесь примерно на температуре 860, ну примерно 5 градусов, да, когда в основном происходит образование перлита, а нефтектоидные превращения. Источник 8. В конце вебинара, вы знаете, всегда привожу в список использованной литературы. Ну, все это на английском языке, бывает в том числе и на других некоторых языках. Если кому-то хочется там, соответственно, самим полагать, но язык крайне технический и крайне специализированный. Но, тем менее, вот этот источник рекомендует использовать температуру аустентизации примерно на 50 градусов Цельсия, примерно 100 градусов Фаренгейта, выше критической температуры АЦ1. Критическая температура – это температура, при которой ферритная структура стали при очень медленном нагреве превращается в аустенитную немагнитную фазу. Значения 750 градусов для стали 10,80 и 790 градусов для 52,100, то есть примерно это шаг А15, как показано выше, близки к критической температуре. Поэтому обычно отжиг может происходить при температурах аустентизации, которые достаточно близки к немагнитным. Рекомендации возноса температуры для отжига с использованием фриктоидных превращений для простых углеродистых стали, показаны вот на диаграмме на этой странице. В высоколигирных сталях, таких как Д2, 440С и других, присутствует значительное количество карбидов вплоть до температуры плавления. Поэтому эфриктоидные превращения происходят в них даже при очень высоких температурах аустентизации. Тем не менее отжиг по-прежнему лучше всего работает при температуре около 50 градусов Цельсия, опять-таки 100 градусов Фаренгейта выше критической температуры. Критическая температура высоколигированных стали обычно выше, чем низколигированных. И здесь, соответственно, то, что показано на этой диаграмме, температура аустентизации, при которой вы проводите, если вы хотите получить сферодизированную структуру, то тогда температура аустентизации в зависимости от содержания углерода в стали, оно будет у вас в районе 730 градусов, и вы получите эфриктоидное превращение сферодизации. Если это будет такая совмещенная структура, где будет и эфриктоидное превращение плюс некоторое количество перлита, то это вот здесь, вот по этой кривой, по средней, вот так это будет идти. И, соответственно, если мы говорим про перлит, то это вот такие, соответственно, температуры, в зависимости от разных стали. Соответственно, по окончании, в конце второй части вебинара будут даны рекомендации по нормализации отжига различных классов стали. Поэтому, опять-таки, самые ленивые могут сразу дождаться второй части, загнуть на последние страницы, радостно получить рекомендации и пойти их использовать. Но, опять-таки, рассчитываю на то, что, как вот в предыдущем моем выступлении было до того, как это было, знание, здание умения необходимо фундамент знания. Поэтому еще раз все-таки вас призываю досмотреть, внимательно изучить вот эти вебинары от начала до конца. Следующим фактором, влияющим на эфриктоидное превращение, является время аустенитизации. Чем дольше сталь выдерживается при температуре аустенитизации, тем крупнее укропняются, сильнее укропняются, огрубляются карбиды. Огрубление, опять-таки, происходит по так называемому оствальдскому созреванию. При проведении отжига в промышленных масштабах часто используется длительное время выдержки, порядка нескольких часов, чтобы обеспечить достаточное укропнение карбидов для получения очень мягкой стали. Справа фото 52-100 или шахи, шаха 15 с различным временем выдержки при 765 градусах Цельсия. Отчетливо видно, насколько карбиды меньше при меньшем времени выдержки. То есть верхнее изображение, это время выдержки 4 часа. Вы можете посмотреть, что карбиды еще совсем-совсем мелкие. И вот здесь нижнее изображение, время выдержки 33 часа. Ну, что называется, дальнейшие комментарии, наверное, излишни. То есть время аустентизации, это тоже влияющий фактор на эвтектоидное превращение. Однако, если карбиды становятся слишком крупными, образуются перли. При исследовании той же 52-100, шаха 15, аустентизированной при 795 градусах Цельсия, увеличение времени выдержки с 30 минут до 5 или 12 часов привело лишь к небольшому снижению твердости, но в образце после 12-часовой выдержки уже обнаружены признаки перлита. Вот вы можете посмотреть, что вот здесь время выдержки полчаса, вот это у нас 5 часов, и вот это 12 часов. То есть твердость, она не сильно изменилась. Но здесь же есть перлит. Третий фактор, влияющий на эвтектоидное превращение, это скорость охлаждения. Если сталь охладить слишком быстро, то образуется перлит, а сферидизация не произойдет. Времени не будет, чтобы опять плоско превратить в круглое, если опять говорить совсем примитивным языком. Причина в том, что когда скорость охлаждения слишком высока, то времени для диффузии углерода карбидам недостаточно, и образуется тонкий перлит. Это можно увидеть на графике зависимости температуры начала превращения, ТНП, от скорости охлаждения, где ТНП остается неизменной до скорости охлаждения примерно 500 градусов в час. А более высокая скорость охлаждения приводит к перлиту. Еще более высокие скорости охлаждения могут, конечно, привести к образованию мартенсита. Мы с вами опять-таки закалку разбирали, и понятно, что если уж совсем быстро охлаждать, мы образуем мартенсит. И вот здесь на графике опять температура начала превращения, а здесь скорость, только здесь уже не температура стентизации, как раньше было, а скорость охлаждения. И вот здесь опять-таки вы можете посмотреть эту самую зависимость, о которой я только что говорил. Вот здесь два снимка на левом. Отжиг 52-100, ШХ-15, скорость охлаждения 980 градусов в час, закалка от высокой температуры для показа процесса трансформации. Видна смесь перлита и карбидов. То есть вот эти полосы – это перлит, и вот эти точки – это карбид. Скорость охлаждения 900 градусов в час, 52-100, образовался перлит вместо сфероидизированных карбидов. Низкие скорости охлаждения приводят к образованию более крупных карбидов и, следовательно, меньше твердости. Ниже фрагмент диаграммы CCT для стали О1, примерно ХВГ, аустентизированный при 790 градусах Цельсия, охлажденный с разными скоростями. Также показана твердость пора КВЭЛу, включая те значения, когда сталь закаливает, быстро охлаждает до комнатной температуры. Они охлаждают до начала превращения. То есть, когда мы быстро охлаждаем в таком температуре, мы образуем твердый мертензит. После завершения преобразования, то есть, когда мы достигли вот этой нижней линии, вот этой нижней линии, не имеет значения, с какой скоростью сталь охлаждается ниже температуры, потому что теперь сталь представляет собой мягкий феррит. Поэтому сталь можно было извлечь, да, можно будет извлечь из изолирующего материала или печи и дать остыть на спокойном воздухе. И вот здесь, видите, разные скорости охлаждения. Здесь написано 25 градусов в минуту, в первую минуту, я вот здесь сказал, в первую минуту, это в минуту, да, а потом начинается там 50 градусов в час. То есть, это если вы видите 25 градусов в минуту, то здесь, соответственно, сколько у нас там, 50 в час, 50 на 60, там, да, поделить нам надо. То есть, это получается сколько в минуту, меньше градусов в минуту, да. Первую ауэ это в час, соответственно. Здесь мы получаем какие твердости и чего у нас там со сталью произойдет. Твердость Саха 15 или 52-100 получена с разными скоростями охлаждения. Скорость охлаждения вот здесь у нас показана, градусы в час, и какая твердость показана. И, как опять мы с вами же говорили, чем более медленное охлаждение, тем меньше твердость получаем. Следовательно, для сфероидизации или фриктоидного превращения можно выбрать относительно высокие скорости охлаждения, если выбрать правильную температуру ауэстонитизации. Это позволит, должно позволить использовать изолирующую среду для получения тонкой сфероидизированной структуры, в отличие от печей, где может получить очень низкие скорости охлаждения. Изотермическая выдержка. Альтернативный способ отжига состоит в быстром охлаждении температуры ауэстонитизации до температуры, при которой будет образовываться феррит, и выдержки при этой температуре, вместо того, чтобы медленно охлаждать процесс превращения. Этот способ способен предпочтительно для высоколигированных стали с высокой прокаливаемостью, которым может потребоваться очень низкая скорость охлаждения для превращения в феррит. И вот обеспечить очень низкую контролируемую скорость охлаждения бывает, и да, не то же бывает, а крайне трудно. Поэтому проще, да, и технологически удобнее просто охладить до какой-то одной температуры и на ней выдерживать. Такую температуру проще контролировать, чем опять-таки очень низкую скорость. Такой способ очень часто рекомендуется фирмой Крусипу. Более высокая скорость, высокая температура потребует больше времени для отжига, но приведет к получению более грубых карбидов и более мягкой стали. При высоких температурах, близких к критическим, движущая стила при вращении невелика, так как температура очень близка к температуре астентизации, из-за чего скорость в вращении малая. Понятно, да? Дельта между температурой астентизации и температурами, которыми мы хотим, чтобы начались, или происходили в вращении, очень мала, поэтому, соответственно, мало чего двигается. Нижая, немножечко кривой, сейчас я вам покажу, что-то там носик, и, да, такое официальное название, ниже носика кривой, снова требуется больше времени для превращения, потому что диффузия медленная, и может формироваться некоторое количество бенито-аниферита. Носик кривой представляет собой наилучший баланс движущей силы и скорости диффузии, что приводит к образованию мелких карбидов, хотя и с несколько более высокой твердостью, чем при более высоких температурах. Вот здесь показана диаграмма ТТТ для отжига стали О1, ЛХВГ, аустентизация 790 градусов и твердость Пуракуэлла. То есть, технология заключается в следующем. Если мы хотим с вами сталь получить мартенсит, то все, что находится левее, скорость охлаждения левее вот этой самой красной прямой, от 790 вот сюда, если мы здесь охлаждаем со скоростью 8 секунд и так далее, мы получим мартенсит. Если мы начинаем пересекать вот эту линию, то у нас же 100% мартенсит не будет, и чем дальше мы уходим, тем более сферодизированную перлитную структуру получаем. То есть, идея какая? Вы охлаждаете от 790, например, пойдем по синей, до температуры 705 градусов и выдерживаете, вам надо при этой температуре выдержать вот-вот-вот-вот столько времени 8 часов. И после 8 часов выдержки вы получите твердо здесь написано опять в HRC, можно перевести ее там в HB, будет более приятно, но тем менее 17 градусов, то есть, достаточно мягкую сталь. Если вы охладите сталь до 675 градусов, вот сюда попадете и начнете выдержать, но вам-то в данном случае вам надо будет выдержать всего не 8 часов, а 60 минут. в данном случае 1 час. То вы получите не 17 градусов прохладного, а 23. То есть, сталь будет более твердая, но процесс будет в 8 раз короче. Если вы пойдете, к примеру, я здесь нарисовал такой, может быть, более такой жизненный пример, когда все-таки у вас температура будет нестабильная, будет немножко падать, то есть, у вас за время она там упадет на 25 градусов. Вот здесь вы охладили, вот здесь, потом чуть-чуть у вас падает и, к примеру, через 20 минут вы достигли вот этой кривой. Но у вас твердость будет еще выше, не 25, может быть, 30, по тому же ракурового. То есть, опять-таки, вы можете пойти и другим путем, вы можете отсюда прийти температуру 650, вот сюда, и далее выдержать сколько тут, например, 20 минут, ну, получите твердость не 17 единиц, не 23, а получите там около 30, наверное. Понятно, как работать с этими диаграммами. Выдержка на высокой температуре в течение длительного времени в общем, примерно то же самое, что очень медная скорость охлаждения. Это утверждение, я думаю, тоже понятно. А выдержка на низких температурах эквивалентна высокой скорости охлаждения. Происходят одни и те же превращения, но в одном случае это происходит при постоянной температуре, а в другом при охлаждении. Ниже будут приведены диаграммы ТТТ для некоторых марок стали. Первая диаграмма это для стали, ну, это Крусибловский, поэтому здесь сначала идут американские обозначения, стейнлес БМ, да, у нас-то известно более как 440Б, или примерно 95К18, вот с таким базовым составом. Температура устанетизации 870 градусов, критическая температура 815, состояние до отпуск при 790 градусах Цельсия 2 часа. Соответственно, да, для того, чтобы вам получить, например, твердость, там, после, после отжига, ну, вот, 16 единиц параклэла, 800, там, охладили до 760, и вам надо будет выдержать это дело, ну, порядка 3 часов, да, если тут, смотрите, совсем тоже, 3 часа, вы получите достаточно мягкую сталь, ну, и далее вы можете посмотреть, что у вас получится при других технологиях охлаждения. Сталь М2, Рекс М2, опять, Крусибовская, или Р6М5, по-нашему, опять-таки, здесь уже я объяснять не буду, я думаю, что вы уже понимаете, как с этими диаграммами работают. Поэтому я сейчас просто одну за одной эти диаграммы перечислю, ну, и, соответственно, вы можете рассмотреть их, соответственно, потом, или в режиме остановки, или еще раз повторяю, конечно, мне, соответственно, ну, и то, что с тяжелой, но с нелегкой душой я отпускаю постоянных зрителей, но кому-то, если надо, кому-то эта презентация нужна в формате PDF, напишите, я вам это дело вышлю, чтобы у вас был этот печатный вариант, если кому-то это надо. Соответственно, это вот М2, Р6, М5, Д2, Х12, МФ, здесь, опять-таки, все понятно, все про эту стали расписано. Шаха 15, опять, американская 52-100, по-нашему, Шаха 15. Опять-таки, для того, чтобы получить совсем там мягкую сталь, отжечь, если ее надо, ну, вот, соответственно, примерно надо охладить до там 700, наверное, 40, 750 градусов, потом выдерживать, ну, в течение, ну, здесь примерно, ну, час, не сильно долго, для того, чтобы получить хорошо отожженную сталь. 1085, да, какие-то там мечи можно из нее делать, да, и, соответственно, мы приходим к вами к завершению первой части вебинара, коротко, резюме и выводы. В первой части мы рассмотрели с вами следующие методы термообработки, первое, нормализация, второе, сфероидизирующий отжиг, оба метода приводят к сфероидизированным карабинам, но достигают это совершенно разными путями. При нормализации сфероидизируется содержащая в перлите полос цементита, то есть, соответственно, мы, как я говорил, плоское превращаем в круглое и поскольку, соответственно, это мы еще и в твердой фазе, то это очень медленный процесс и может длиться десятки часов. Надо ли это делать в маленьком производстве, учитывая все затраты, большой-большой вопрос. Да, когда вы увидите плохо. При сфероидизирующем отжиге с сфероидным превращением сталь нагревает в область аустенитпульскорбид, где присутствуют сфероидизированные карабиды, а зачем во время медленного охлаждения или до критической изотермической выдержки образуется феррит, а углерод покидает аустенит, диффундируя, перемещаясь в существующий карабиды. Получаемые в результате твердость, размер карабидов и обрабатываясь можно контролировать, регулируя различные параметры отжига. Температура аустенитизации, время выдержки при температуре аустенитизации, скорость охлаждения, температура изотермической выдержки и время изотермической выдержки, что мы с вами, минуты нашего общения во второй часть вебинара рассмотрим низкотемпературный отжиг циклирование объясним некоторые предыдущие испытания на ударную вязкость точки зрения используем методом отжига ну и конечно предоставим рекомендации для отжига стали различных классов спасибо вам за выдержку я надеюсь что кто-то досмотрел до этой точки следующая часть будет на следующей неделе поскольку на этой неделе командировка все вам доброго до свидания